я тебе принес подарочек ты спишь да а что такое ё-моё а что ты ела сок пила суп поела и вот это тошнит ну ты же хотела что-то вкусное я тебе купил спасибо ну как чистенько на кухне вообще класс не ну чё не удивительно просто реально так чисто вообще то всегда вы картошечка жарим суп компот боже ты такая умничка ну попробуй я надеюсь я угадал и купил это шумала честно ничего я сейчас покушаю кстати очень голодный все хочу да да я супчик обязательно буду есть живем потихонечку а я картошечку с помидорчиками мамы твоей поем окей а суп не будешь я буду суп так я тебе думала трохи супа и картошки ну не суп насыпай я буду суп кушать боже мой спасибо большое фух закрыть ну наш как квартира пахнет я тебе говорю вообще так пахнет нет не я уже и шоу и шоу боже мой сейчас и думать да что ты просто попробовала сказала нравится тебе такой или просто очень редко можно угодить но я живу тебе угодить это надо постараться увидели вы ее лицо ребята голова болит не хочет тебе отвечать не бой все тогда не буду тебя как ты всегда говоришь дротувать дротувать ты всегда говоришь не буду потому что если болит голова все не буду я верю может быть да то что целый день на курсе ну ладно ладно я хотел в такую тарелочку в белую понял вот эту вот белую картошечку и туда помидорчик знаешь как ты называешься каким словом да каким сказать тебе что ты сам догадаешься скажи это называется варивода не кстати варивода это фамилия вот вариште меню директора нашего интернет провайдера прикинь ну приблизительно варивода если бы ты ему это сказал он бы не обиделся да а я рада что ты в хорошем настроении я просто в хорошем настроении я просто пришел очень довольный все по семейному тут наготовлено кушает удивительно да как так вообще случилось не ну просто как так вообще случилось ну ты же всегда говоришь ты не снимаешь никогда ничего хорошего ты только снимаешь плохое когда тебе говорят ну разве сейчас можно что бы тебе сказать плохое да так и есть же нет но я сейчас тоже что-то плохое снимаю а сейчас нема повода тебе сказать плохое понимаешь я тебе не подкинула повод сказать что-то плохое но не могу до чём прислать понимаешь это мое тело жало три тарелочки ты можешь тогда я помидор огурец не буду помидор ты что-то мне а что это вдруг Что ты гиркий съешь? Что ты помидоры съешь? Я привезла много помидоров, так... Беременный. Так, я гиркий, привезла много гирких. Я беременный, я беременный. Ты 38 лет беременный. А ты? А ты 25. А я только 6 месяцев. Чего ты 25? Почему это? А, кстати, еще забыли сказать, ребята, малыш, короче, наш бился. Скажи, ночью. Я ложу руку на животик, и он начинает колбасить мне, ну, дает пятюни мне, в общем, в руку. Ника, ты цичу, ты цичу! Она сама первый раз послышала, а она же тоже слышит, как ее он бьет в живот. Потом, утром... А, я так слышал, у меня прям аж так пальцы чуть не подскакивали. Такие бугорки. А потом, короче, это, утром просыпаемся, я ложу и руку, короче, и он обратно начинает бить. В общем, на мою руку. Чувствует, да, чувствует. Может быть, изменение температуры какого-то, ну, вот такого. А может, у вас связь какая-то сумасшедшая? Если ее папа, конечно, будет связь. Он чувствует мою пятюню просто. Чего ты? Чего ты? На мою пятюню не так нареагируй, а на мое тепло. Ну, так я ж, блин, нифига себе батя. А ну-ка, попробуй, я жду. Я не успокоюсь. Ай, голова так болит. А я еще, наверное, забыла таблетку от головы. Если мне не понравится, она забыли, что я разбалована. Не, не, ну ты ж... Ну, красивый, если бы. Красивый? Это апельсин, это шо? Не знаю, пробуем. Сейчас Вероника скажет. Ну, а ты сам его пробовал? Что? Вкусный? Он не сладкий, да, вообще? Будешь такой кушать? Ну, такой вкусный. Классный? А то шучка кисла, а внешняя простойка вообще не сладкая. За каким-то орехом. Да, такой добрый. Классный, понравился? Просто то, что ты мне поплял розовый, но поплял там вроде сахар. Тот сладкий, да? Прям притерный. А это вкусный, будешь ли? Да, ты вкусный очень. Ну, класс. На здоровье. Срава вкусный. Ребята, Ника чистит, моет коляску, в общем, там все подготавливает. Я вам сейчас, в общем, почитаю комментарии, что написали по поводу беременности. Вы в Инстаграме мне. То есть, вы помните, то, что у нее болел живот, да? Мы там разговаривали. Тут вот девочка пишет, все две беременности пила пепси, ела семечки, острая, сладкая, жареная. Тьфу-тьфу-тьфу, с детьми все хорошо. Не несите ерунды. Ну, каждый по-разному пишет. Потом прислал мне, вот человек, смотрите, мне такое сообщение. Привет, Женя, я работаю в медицинском центре женской консультации. Беременности нельзя, при беременности нельзя употреблять продукции, энергетических напитков, кока-колы, пепси, лимонад, газированные напитки, острое питание, специи, куркума, глина, бланка, жирная кофе, алкоголь, крепкая, спиртного, короче, вот такое вот. Употребление продукции разрешается, молочные продукты, супы, молочный суп с макаронами, каша, любые, каши, картофельное пюре, мясо, зелень, ну в общем, вот такое вот написал. Семечки, сухарики, орехи, семечки запрещены, зеленый чай тоже запрещен. Слышишь, этот, Ник? Зеленый чай запрещен. Насчет тошноты, этого тут страшного нету, ничего, нужен чистую воду пить, пока не вычистите от рвоты, побольше сидеть, минут 30-45, и оно пройдет. Видишь, каждый по-разному пишет. Потом, нельзя беременным пить, еще мне пишут, девочка, нельзя беременным пить газировки, после этого и тянет живот. Я тоже пила, и было плохо. Перестала пить, и есть все, что касается жареного и жирного, перестала что-то беспокоить. До 9 месяцев бегала, как лошадь. Потом, Евгений, здравствуйте, вы, Нике, не разрешаете пить газировки, это вредит малышу. И после родов тоже нельзя пить газировку, цитрус и шоколад, если она будет кормить грудью. Малыш будет капризничать. Знаю по своему опыту. Вы хороший. Все, что мне водят, можно, это пить воду с пид крана. Ну, до газировки вообще нельзя. Вы хороший блогер, смотрю вас давно. Здравствуйте, для Ники. Крем Мама Дол помогает от боли и предотвращает растяжки. Меня спасал с двумя беременностями. И после, когда кормишь уже малыша грудью, тоже очень хорошо помогает. Прикинь. У вас ребенок будет летом, а коляску, которую вы купили летом, будет очень жаркая. На лето нужно брать коляску тканевую, ребеночку в кожаной коляске, как в парилке. Не возить коляску без дитини, тоди дитина нездорова может быть. Господи, что за бредня. Пусту коляску, пусту коляску, тобто без дитини, возить не можно. До речи, когда покажете Нику. Они должны помочь вот эти бредни. Ну, что бредни. Мое настроение. Нет, ну, кто сказал, что нельзя, а еще говорят, что нельзя, купить одежду, перед тем, как нельзя, пока дитинка не родилась, нельзя ничего детского куплять, ни одежи нельзя куплять, ни сосечок нельзя куплять, ничего, потому что тоже назвать беду. И ничего страшного, люди купляют себе и кровать, и коляски, и одежи, и все, и родятся дети, и здоровье, все им на порядку. Что за бредни, люди сами себе притягивают, и кустинят. Ну, это суеверно. Я тоже... Я тоже просто суеверно. Не, ну, не знаю. У каждого свое. Ну, сама я за ты, но я так не считаю. Угу. Да. И берет вот это вот даже, видите, всякие лотатки. И смотри, какой маленький балкончик, вот так, как будка собачья, и сколько тут хлам. А ну, руки покажи свои. У тебя такие чистые. Глязные. Вообще чистые. Это потому, что я в перчатках была. Вообще пипец. Я хотела... Вот это надо все выкидывать. Я хотела так, без перчаток, а потом поняла, что моим ногтям будет, это уже хорошо било. Боже, сколько всего. И сейчас идет... Я тебя прошу, пожалуйста, я понимаю. Очень легкая? Да. Ну, носи тогда. Потому что ты такая дама, блин, любишь все. Э. Я сильно. Угу, сильно. Я коробочки понесу, а ты понесешь тяжеленько. Вот эту коробку я оставлю, пустую скатулку. Пусть будет это какая-то раритетная. А мы покажем до, показываем, и покажем потом после. Я тут убой, я ей балкон даже показывать не хочу. Там ремонт просто не будет. Ну ладно. Будут бабки, надо сделать ремонт. Он страшный пипец. Блин, ладно. Покажу. Ребят, смотрите, какой я малон. Пупсик. Пикинь, какой маленький. Очень маленький. Да? Да. Вот оно, наверное, а то, что ты искал. Да, Смотрите, какой я малой. Мне нравится вот этот. Это же вот такой вот и родится маленький. Либо родится такой, как я, либо родится такой, как ты. А мне так не повезет, поэтому он будет вот такой. Вот такой? Да. Ты что, думаешь, он не красивый? Я не говорю, что ты не красивый. Я вот здесь себе нравлюсь. Вот эти брови твои, вот эти домикам. Говорят, что я сильно очень на бабушку похож. Видишь, глазки какие? Глазами похож, носиком похож. Короче, Папу похож губами, у него форма губ, бантиком, как у тебя. Интересненько, да? Да. Я себе тоже, наверное, блин, не знаю, надо сфоткать или оставить. Ну, то, наверное, вы оставляли какие-то, да, фотки, которые важны. Какую-то я себе заберу. На память, я люблю такое. Да, можно просто перефоткать и все. Да. Ладно, пошли-то все выносить, я не знаю, сколько, блин, сейчас ходок делать. Ё-моё. Ну, первым делом сказала, что, любовницам даришь? Я говорю, зачем тебе так много аирподсов? Там, наверное, каждый бабе по аирподсу. Богато баб было и надо было все по аирподсу купить. Ну, а нахера так много? Четыре штуки. Хочешь, возьми себе. Подаришь кому-то. Подаришь кому-то пустую коробку? Да. Блин. И вот это все аирподси? Раз, два, три, четыре. Шесть коробок? А нахера тебе? Шесть. А что вы с ним делали? А что? Шесть ушей, блин? А на шесть ушей. Как это? Шесть пар? Капец. Прикинь, сколько? Я вот это и зачем так богато? Я в шоке. Ну, пусть будут. Еще коробка я тебе в уши вставлю просто, считай, пошев штуку в каждое ухо и будешь слушать. Я аирподси захотела. Ну, ложи теперь, складывайся. Смотри, какая ты. Аккуратненько ставь. Я не хочу. Хочу. Я не хочу. Получи сейчас. Я беременна, я хочу лежать и есть торт зеленый. Хорошо, иди кушекай. Пошли на мусорку. Мусорку. Пошли. Так, одевайся. Одеваюсь, ты тоже одеваешься. А я убит, а я так-то делаю. Да? Ну, в шортах и футболке, а что такое? Там же не шорт и футболка. Хорошо, пошли. Это ж ты у нас в трусиках. Идем. Апрель месяц, а мы идем загорать. У-ху! На пляж. На пляж. Нормально. Я тоже в шортиках. Это классная погода. Не, погода хорошая. Смотри, девочка вообще пошла в эти, в куртке. Девочка. Да? Разница. Девочка в куртке, Женя. В шортиках. Не, правда не холодно. Хорошая погода. Вообще, даже не весеннее, не весеннее, Женя. Не весеннее, а как даже летнее. Классная погода. Да, и ветер не холодный. Вот даже сейчас вечер. мне тоже нравится. Но не холодно. Никита вообще ходит в трусах. Это шорты. Это дамажные шорты. Не, ребят, на самом деле тепло. Ну, не очень прям сказать, но солнце светит. Ну, как для весны, в квартире тепло. даже хорошо идти. Хотя, вон, женщина тоже в куртке, знаешь, шарфиков замуталась. Да, все в куртках. Они на меня смотрят, думают, долбоёбли. Да, собака? Собака, какая-то красивая и какая-то злая. Да? Да, кот.